А начинаем выпуск. Мы с новостью. Главное, цифра, в которой меняется каждую минуту. Речь о количестве погибших в результате наводнения. Новых сводок с замиранием сердца ждут сотни семей Тулунского, Нижнеудинского, Чунского и Тайшетского районов. Практически ежечасно спасатели находят под завалами домов новых погибших. Проводимая сегодня поисково-спасательная работа дали негативный результат. Значит, было обнаружено еще четыре человека погибших. В итоге мы имеем 18 погибших на территории зоны чрезвычайной ситуации в результате палатков. Поступило три заявления от граждан о пропаже их родственников. Итого мы сейчас имеем 17 человек, которые без вести пропавшие. Поисково-спасательные работы продолжаем. Продолжается патрулирование затопленной территории и той территории, которая освобождается от воды. Буквально пару минут назад стало известно, что четырех жителей Тулуна, которые были в списке пропавших без вести, нашли. В данный момент в больницах размещены более 200 человек. Из них 38 детей. Более 1300 человек обратились к медикам за помощью и получили ее амбулаторно. Самый распространенный диагноз – переохлаждение. В воде по-прежнему остаются тысячи домов. Не все жители решились покинуть свое жилье и имущество. Поэтому врачи вынуждены проводить подворовые обходы. На месте событий командированы несколько бригад медиков из ближайших городов. Вместе с ними работают психологи. Помощь этих специалистов важна в первую очередь тем, кто давно не видел своих близких. Сотрудники МЧС советуют, если кто-то из родственников, особенно в зоне наводнения, долго не выходит на связь и о нем ничего не известно, то это уже повод для обращения в полицию. Продолжение следует...